Здравствуйте, дорогие друзья! Вы смотрите информационную программу «Семь минут» в студии Леонора Минкова. И сегодня мы поговорим о предстоящей Библии ночи, ведь у меня в гостях работник библиотеки имени Горького Надежда Воропаева. Здравствуй, Надя! Здравствуй, Эля! Мы уже привыкли проводить ночи напролет в кинотеатрах, рассматривать экспонаты музеев под светом луны, но читать библиотеки с фонариком – это по-прежнему как-то неординарно. Или вовсе не для этого соберутся рязанцы ночью 19 апреля? Ну, для Рязани это же не новшество. Мы проводим ночь в библиотеке для того, чтобы показать, что библиотека – это не скучное место, это интересное место, где можно увлекательно провести свой досуг, показать, что это увлекательная площадка для молодежи. И, насколько я знаю, это сейчас всероссийская акция, все регионы страны уже присоединились к ней, и в одной только столице более 30 библиотек участвуют. Да, это действительно так. В этом году даже акция получила международный акцент. В библиотеке Скандинавии присоединились к этой акции. В акции участвуют более 475 библиотек разного уровня, от самых больших до самых маленьких. В Рязани в этом году в этой акции принимают участие две библиотеки – библиотека Горького и областная детская библиотека. И для рязанцев это уже не новинка, ведь четвертый год подряд мы можем посетить библиотеку именно ночью. Да, действительно, это так. Мы проводим акцию четвертый год подряд. Первый год мы проводили по славянским святкам. Второй год акция была посвящена знаменитому роману Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». В том году акция была посвящена жанру фэнтези и фантастики. А в этом году по желанию наших посетителей нашей библионочи акция будет посвящена произведению английского писателя Льюиса Кэрролла «Алиса в стране чудес». Для тебя, как для организатора, скажи, за прошедшие три года что было самым запоминающимся? Запоминающимся было то, что люди с удовольствием приходили на это мероприятие, приходили сами по желанию, приходили с семьями, приходили с друзьями. И не только принимали в самую акцию участие, но и принимали в организации акции участие. Очень много молодежи принимает активное участие в подготовке ночи в библиотеке. В библиотеку нужно успеть к какому-то определенному времени и двери закроются? Или это не так? На протяжении всей ночи можно? В эту ночь двери библиотеки откроются в семь вечера и закроются около полуночи. Можно прийти в любое время. Около полуночи? То есть в полночь уже все закончится? Да, в полночь все закончится и останутся в библиотеке привидений и заблудившиеся читатели. Такие оставались за три года? Пока нет. Ну вы надеетесь? Ну мы надеемся. Что будет конкретно в этой ночи в библиотеке? В этой ночь в библиотеке разработаны различные площадки. Их достаточно много. Это и литературные викторины, и литературные квесты, лингвистические игры. Это и английская площадка, англосаксонский гонец, и музыкальная постановка «Кто в зазеркалье», и театрализованная постановка от театра «Переход», «Чаю шляпника». Также это и концерт от наших рязанских групп. У нас будет принимать участие группа «Нима Проджект» и «Человек». Также запланировано светодиодное шоу от театра «Огня» «Флэймарт». Много-много всяких сюрпризов. И наши посетители, жители города могут принять уже сейчас участие в конкурсе «Шляпных дел мастер», в который всю работу можно принести в библиотеку до 15 апреля. И на ночь в библиотеке состоится подведение итогов, и победитель получит призы. Как много всего подготовили организаторы. Все будет происходить как-то централизованно, а люди будут переходить с мероприятия на мероприятие по очереди, или одновременно откроются все площадки, и можно будет везде поучаствовать? Будут одновременно работать все площадки, и все желающие могут принять участие в любой площадке, в любое время. И участвуя в площадках, все желающие смогут получить чеширы, это литературные деньги в этом году, и обменять их в нашей лавке пустяковый подарок на призы. Какие конкретно призы будут? Я не буду раскрывать пока этот секрет, но призы очень хорошие. Тогда хотелось бы услышать об одной из площадок по распространению, если это тоже не секрет. Все площадки посвящены произведению Льюиса Кэрролла, и нужно будет либо поучаствовать, отвечая на вопросы в литературных площадках, либо и площадка поэтическая. Нужно будет интересно прочитать стихотворение, вы тоже можете получить за это призы. Нужно перечитывать книгу? Желательно, потому что все конкурсы, викторины и площадки рассчитаны на разный уровень знания книги, произведения. Дети младшего возраста тоже могут принять участие? В нашей нашей библиотеке могут принять участие все желающие, а наши площадки рассчитаны как на детей, так и на взрослых. И что-нибудь интересное, чтобы действительно рязанцам захотелось эту ночь провести в библиотеке, а не дома, как обычно. Хочется всех пригласить, сказать, что будет очень много интересного, и вас ждут сюрпризы, не хочется пока раскрывать. Ну, хотя бы один. Ну, вас ждет увлекательное светодиодное шоу от театра Агнеев Леймарт. Пока так. А зрители смогут в нем как-то поучаствовать? Зрители смогут поучаствовать, и еще один из сюрпризов. В эту ночь вы сможете пообщаться с современным российским известным писателем. Сейчас проводится на портале «Библия ночи» опрос, и вы сможете задать вопрос этому известному писателю в прямом эфире. Когда вы подготавливали данную программу, опирались на опыт какой-то другой библиотеки? Мы опирались на свой опыт, на опыт предыдущих лет, и на те пожелания, которые оставляют каждую ночь наши посетители. Что это обычно бывает за пожелания? Обычно это как раз пожелания по тому или иному произведению, чему должна быть посвящена следующая ночь. Потому что каждую ночь мы выбираем совместно с жителями города Рязани. И то есть в этом году действительно «Алиса в стране чудес» выиграла? Да, «Алиса в стране чудес» выиграла. На втором месте было произведение «Шерлок Холмс». Посмотрим, что будет в этом году, какое произведение выберут. Сколько участников максимально вы рассчитываете принять? Если смотреть на опыт предыдущих лет, в том году в акции приняло участие 1200 человек. Мы рассчитываем, что в этом году будет не меньше. Люди приходят и уходят или не остаются на всю ночь? Многие остаются на всю ночь, многие приходят и уходят, многие приходят позже, многие приходят раньше. А вы посоветуете как вообще поступать? Я бы посоветовала прийти, наверное, на всю ночь, потому что в течение всей ночи запланировано множество сюрпризов. И чтобы не пропустить их, конечно, желательно прийти на всю ночь. Но мы всегда рады в любой момент, что каждый желающий сможет прийти. И, возможно, у наших телезрителей появится вопрос, почему именно 19 апреля все происходит? Да, действительно, это происходит 19 апреля, потому что акция посвящена Всемирному дню книги. 23 апреля. 23 апреля, и поэтому акция посвящена книге, продвижению чтения. Осталось всего ничего, но все-таки, если у меня есть свой проект, и я хочу представить его в данной библионочи, что мне делать? Вы приходите в библиотеку Горького, в Центр молодежных инноваций, и мы с вами общаемся, и, конечно, вы сможете представить свой проект. То есть, несмотря на то, что такое огромное количество мероприятий запланировано уже, всегда рады новым? Да, конечно, мы всегда рады новым партнерам. Это всегда интересно. Ну, а мы с нетерпением будем ждать предстоящую библионочь. Я напоминаю, что вы смотрели информационную программу «Семь минут». И Леонора Мьянкова, Надежда Воропаева рассказывали вам о событии, которые произойдет ночью в библиотеке имени Горького 19 апреля. До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok